Депутаты Законодательного собрания Тверской области возобновили практику парламентских дней. Законотворцы побывали в Зубцовском районе, где посетили ряд социальных и промышленных объектов, провели встречу с общественностью района. Об итогах поездки в нашем следующем сюжете. Первым пунктом повестки парламентского дня было посещение Зубцовского детского дома. Депутаты приехали не с пустыми руками, привезя сладкие подарки и пополнив детдомовскую библиотеку. Нынешнее здание построено в 1991 году. И по словам сотрудников, уже тогда к качеству были претензии. То и дело, приходилось что-то ремонтировать, доделывать. Сейчас все это в прошлом, конечно, различные работы проводятся и сейчас, но это уже не устранение недоделок, а именно улучшение условий для жизни воспитанников. На сегодняшний день большинство ремонтов, которые у нас проходят на базе нашего учреждения, это грантовая поддержка различных благотворительных фондов. Мы пишем гранты, то есть мы ездим в фонды, мы доказываем, для чего нам это надо, в какие суммы денег это выйдет, для чего это детям надо прежде всего. Сейчас в детском доме воспитывается 47 детей. Они проживают в пяти разновозрастных семейных группах, каждый из которых представляет собой отдельный блок-квартиру. Есть универсальная спортивная площадка с мягким покрытием, хоккейный корт, две детских игровых площадки. Также у детдома свой фруктовый сад, огород, теплицы. Далее Зубцовская средняя школа номер один. Здесь также разговор зашел о проведенных работах. В частности, отремонтирована рекреация, несколько кабинетов, приобретено оборудование. Особо отмечались цифровые лаборатории для дополнительного образования детей в рамках проекта «Точка роста». Промышленная часть парламентского дня началась с предприятия «Белый камень». Завод запущен в работу в июле прошлого года и ориентирован на обработку любых видов мрамора, травитина и известняка. При двухместном графике работы предприятие способно производить до тысячи квадратных метров в слэба в сутки. Здесь стоит отметить, что «Белый камень» включен в список системы образующих производств. По словам руководства предприятия, это пошло явно на пользу, позволив увеличить количество смен и создать свыше сотни новых рабочих мест. Далее депутаты поехали в село Погорелое городище, где возложили цветы к стене памяти и посетили частный музей – западное направление. Музей организовал и наполняет известный поисковик Владимир Стрельников, кстати, глава Погорельского сельского поселения. Особой темой парламентского дня была встреча с депутатами и общественностью Зубцовского района. 31 марта на заседании законодательного собрания Тверской области было принято решение об образовании еще пяти муниципальных округов, среди которых был Зубцовский. Именно преобразование было предметом обсуждения на встрече. Здесь особо важно поддержать и Зубцовский район, выслушать все предложения. Тем более федеральный закон сейчас в активной фазе рассмотрения по системе публичной власти, в том числе местное управление. Ну и, конечно, с коллегами по ЗАГС собранию. Там актуализировать всю повестку дня в Зубцовском районе по вопросам социальной политики, по объектно, по экономическим вопросам. Я думаю, конечно, вот такие поездки и совместное участие нас, представителей в федеральном собрании, конечно, позволит решить многие вопросы, в том числе на федеральном уровне. У нас острая нехватка кадров, потому что мы находимся на границе с Московской областью. Они уезжают куда-то, уходят в экономические субъекты и работать, получается, в администрациях некому. На сегодняшний день у нас в районе 87 депутатов. Это в 9 поселениях, в 8 поселениях и в 9 это собрание депутатов района. Найти этих людей, когда проходит избирательная кампания, очень сложно, чтобы эти люди были адекватные, вовлеченные в нашу работу. Соответственно, у нас уменьшится количество депутатов, но они будут все равно заниматься своей территорией. И, как уже сказала, всех людей, которые работали в администрациях поселений, мы объединим в нашу общую администрацию округа, и они будут также приносить пользу нашему району, округу, нашей территории. Идею создания округа большинство жителей города и района поддержало. Сама встреча продолжалась намного дольше запланированного. Вопросов было немало, парламентарии постарались ответить на все подробно и с разъяснениями. По словам председателя законодательного собрания Сергея Голубева, во время таких поездок всегда важно знать, что думают люди. Что думают люди, прежде всего, о процессах, связанных с преобразованием муниципального округа. И вот на той встрече, которая произошла, мы увидели разные точки зрения, но самое главное, что общая линия была как раз на позитиве, которую, как считает общественность, должно принести создание муниципального округа. Конечно, законодательное собрание, как инструмент проголосовавший за принятие данного закона по инициативе депутатов и главы Зубцовского района, тоже берет на себя определенную ответственность, чтобы с точки зрения законодательства никаких ухудшений положения социального для жителей бывшего Зубцовского района не было. Впереди у нового муниципального округа выборы главы и депутатов принятия нового устава. Что касается парламентских дней, то свою эффективность они уже доказали. И практика подобных выездов депутатских делегаций продолжится. Следующая поездка планируется в Жарковский район.